Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в студии Ольга Цхавребова. Мы работаем в прямом эфире и начнем выпуск. Сегодня в школах республики прозвенел последний звонок. В торжественной обстановке учителя произносили напутственные слова школьникам. Именно в этот день в их адрес звучат добрые пожелания и, конечно же, пожелания счастья и удачи. Президент Анатолий Бибилов и министр образования и науки Наталья Гассиева посетили сегодня школы в Кударском ущелье. О том, как прошла там, торжественная линейка, узнаем из репортажа Зарины Кочевой. Последний звонок сегодня прозвенел для выпускников Кировской средней школы. На торжественной линейке здесь всего два выпускника. Поздравить с окончанием школы выпускников в Кударское ущелье приехал президент республики Анатолий Бибилов. Он пожелал им успехов во взрослой жизни, а самое главное – крепкого здоровья. Поздравить с окончанием школы выпускников в Кировской средней школе. Директор школы Зинаида Алборова приветствовала участников мероприятия, выпускников, учителей, родителей, рассказала об истории становления школы. Выпускникам она пожелала всегда добиваться поставленных целей. Поздравляю всех с этим замечательным праздником, праздником будущего. Еще раз спасибо всем дорогим гостям. И мы надеемся, что еще много лет в этой школе будет звенеть последний выпускной школьный звонок. Министр образования Наталья Гассиева пожелала выпускникам успешной сдачи экзаменов и выразила надежду, что после получения высшего образования они вернутся на родину. Где бы вы ни учились, вы всегда знаете о том, что есть прекрасный край, есть добрые, мудрые, взрослые, которые всегда станут рядом с вами. Я хочу поблагодарить педагогический коллектив замечательной Кировской школы, которая никогда не отставала ни в одном республиканском мероприятии и всегда были впереди и показывали пример другим детям. С напосленными словами к выпускникам обратились первые учителя, родители и гости. Выпускники уже определились в профессии. Уляна Базеева с детства мечтала стать психиатром, Элина Наньева – военным. А пока им надо сдать выпускные экзамены, а уже потом готовиться к поступлению в высшие учебные заведения. Я выбрала профессию психиатра. Я очень хочу поступить на эту профессию. Эта профессия мне очень нравится. Мне нравятся люди, с ними общаться и как-то помогать им. Я хочу стать военным, так как я с детства очень люблю эту профессию и мне очень нравится. Я хочу сказать еще поздравления всем выпускникам, которые заканчивают в этом году. Всем удачи. Еще хочу сказать большое спасибо своим учителям. В Кировской школе всего семь учеников. И хотя здесь построена школа, которая отвечает всем современным требованиям, и специалисты с каждым годом учеников становится все меньше. В будущем году порог школы впервые переступят два первоклассника. Многочисленные поздравления сегодня звучали и в Квайсинской средней школе. Во взрослую жизнь здесь вступили 8 выпускников. Это 69-й выпуск со дня открытия школы. Квайсинскую школу окончили много достойных выпускников, которым по праву гордится не только школа, но и вся республика. Директор школы Сулико Хугаев пожелал ребятам никогда не забывать свою школу и учителей. Слова на пустые поздравления выпускникам адресовал и глава государства. Анатолий Бибилов пожелал им успехов и удачи во взрослой жизни. Школьники Кударского ущелья показывают блестящие результаты на соревнованиях в республиканских олимпиадах. Министр образования Наталья Гасиева пожелала не опускать планку и добиваться поставленных целей. Со слезами на глазах безоблачной жизни успеха выпускникам пожелала их первая учительница Римма Схавребова. Выпускников и родителей с праздником поздравил и глава Заусского района Андрей Джиоев. Выпускников поздравили и первоклашки, ну а в завершении сами выпускники исполнили танец Симт. В учебе, труде, физкультуре и спорте мы скоро побьем все ваши рекорды во всех делах. И на праздниках в школе мы будем играть только главные роли. Вам хотим на память подарить ленточку, звоночек и волшебный шарик, чтобы не сбывались вы с пути, чтобы чаще улыбались. Что за школа мы присмотрим, вас мы будем заменять. В ближайшее время в Южной Осетии начнется диспансеризация населения. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения и социального развития Сослан Наниев. По его словам, первоочередные задачи, которые стоят сегодня перед ведомством, это повышение качества медицинского обслуживания, а также дальнейшее привлечение в республику узкопрофильных специалистов. О каких еще направлениях работы Министерство здравоохранения говорил Сослан Наниев, узнаем из репортажа Стеллы Бязровой. Улучшение качества медицинского обслуживания, привлечение в республику узкопрофильных специалистов, внедрение в систему здравоохранения новых медицинских технологий. Об этом сегодня говорил на пресс-конференции вновь назначенный министр здравоохранения и социального развития Сослан Наниев. На сегодняшний день перед министерством стоят важнейшие задачи, которые нужно решить за максимально короткие сроки. По словам Наниева, в первую очередь нужно наладить систему в сфере оказания первичной медицинской помощи. Будут введены планы оказания первичной медико-санитарной помощи. Будут выделены группы пациентов с повышенным риском склонности к тому или иному заболеванию. Население по этим группам будет приглашаться на дополнительное обследование в планном порядке, что нам позволит в дальнейшем в планном порядке проводить госпитализацию и оказывать специализированную медицинскую помощь. Эти мероприятия приведут к увеличению качества жизни нашего населения и как раз к снижению смертности. Задача следующая. Качественная нагрузка на первичную медико-санитарную помощь, которая приведет к уменьшению нагрузки в скорой медицинской помощи. В ближайшее время также начнется работа по диспансеризации населения республики. Будет сделано все возможное для того, чтобы диспансеризация прошла на высоком уровне, была доступной и эффективной. Это обязательное мероприятие, которое позволит выявить различные заболевания на ранних стадиях. Диспансеризация и нужная сеть будет строиться на тех же самых принципах. Принцип доступности, принцип эффективности с точки зрения медицинской эффективности, с точки зрения социальной эффективности. Вот эти три принципа, на которых будет строиться диспансеризация. То есть задача в ранние сроки выявить заболевание, если такое имеется, и соответствующим образом это заболевание отреагирует. То есть задача первая – выявить заболевание, второе – предложить наиболее оптимальный метод лечения. В республику также будут приглашены узкопрофильные специалисты, в которых остро нуждается медицинский многопрофильный центр. Более того, в скором времени к работе приступит специалист по протезированию крупных суставов. Все необходимые условия и медицинское оборудование для этого есть. Мы планируем открыть новое направление специализированной медицинской помощи. Уже есть договоренность с специалистами РФ, планирую начать протезирование крупных суставов на территории Южной Осетии. Для этого у нас все есть. В ближайшее время будет отправлен сотрудник наш для обучения данному виду протезирования. Журналисты интересовались и готовностью Минздрава в случае новой волны коронавирусной инфекции. Найниев отметил, что работа по оснащению больницы уже началась. В ближайшее время медучреждения также снабдят новыми эффективными и проверенными лекарствами. Кроме того, продолжается работа по вакцинации населения. Каждый день препаратом «Спутник Ви» прививаются порядка 20 человек. В случае необходимости партии российской вакцины будут увеличены. Стелла Бязрова, Альдина Чихоева, Виктория Багаева. Информационный выпуск сегодня. Яркие костюмы, музыкальное сопровождение и красочные декорации. 1 и 2 июня в Госдрамтеатре имени Костахи Тагурова состоится премьера спектакля «Дон Жуан». Зрители смогут увидеть бессмертную комедию Мольера глазами молодого режиссера из Северной Осетии Казбека Джелиева. На предпремьерном показе посчастливилось побывать и нашему корреспонденту Марианне Чочевой. Мольеровский «Дон Жуан» в видении Казбека Джелиева не оставил равнодушным собравшихся на предпремьерном показе зрителей. Знаменитое произведение Жанна Батиста Мольера зазвучало и на осетинском языке на сцене Госдрамтеатра имени Костахи Тагурова. Это однозначно не комедия, это психологическая драма. Скандальный образ европейского дворянина, который живет лишь ради своих любовных похождений и у тех, которые должны непременно увенчаться победой Лавелласа. Герои произведения являют зрителю характерные пороки общества 17 века. Но что мы видим? Мало что изменилось с тех давних времен. Постановка отображает и проблемы современного мира. Григорий Мамиев, он же Дон Жуан, устал от своей жены Донни Эльвиры, которую вынудил предать свои обеты Богу ради вступления с ним в брак не более месяца назад. Ведь Дон Жуан уже нашел себе следующую жертву своей любви – красавицу-крестьянку Шарлотту, которая, следует заметить, быстро забывает о своем женихе при наличии более выгодной партии. А Ван Ван Врожайки Идут И это Wort Оatoon Ахахахаха Парди Ид resonate А peux А私 Идзя Субтитры делал DimaTorzok Сгонорель. Слуга Донжуана и персонаж, достойный более детального разбора. В беседах со своим хозяином он обличает его бесстыдство, но свое мнение отстоять не в состоянии. В жалких попытках наставить хозяина на путь истинный он смешон и робок. При всей своей вере в небо он потакает распутному образу жизни своего хозяина, хотя и считает его в глубине души мерзейшим безбожником. Бесподобная игра Эдуарда Гоглоева в роли этого персонажа прекрасно передает зрителю чувство, что Сгонорель служит своему хозяину не за совесть, а за страх. Временами Сгонорель находил в себе смелость попрекнуть своего господина за неподобающий образ жизни, но каждый раз натыкался на шквал складных тират о невозможности связать себя навеки лишь с одним проявлением красоты на земле. Не зря же повествует, что такую неоднозначную роль Мольер писал для себя. «По достоинству следует оценить волшебное музыкальное сопровождение и работу художника Давида Найфоновым». Надо отметить весьма непривычный новый формат принятия постановки. Образован общественный совет, членами которого стали неравнодушные к театру, маститы и представители научно-творческой интеллигенции. 15 человек, разбирающихся в искусстве, драматургии и литературе, три часа после окончания предпримерного показа вели жаркую полемику, обсуждая различные нюансы в спектакле, но сошлись в одном – Дон Жуан имеет место быть в копилке постановок Юго-Осетинской творческой труппы. Впервые в полноценной постановке в массовых сценах спектакля принимали участие и студенты актерского факультета ЮГУ. Жители республики же смогут узнать, чем завершилась непростая история севильского обольстителя женщин, и оценить по достоинству всех персонажей на премьеры спектакля уже 1 и 2 июня. Марьяна Чочиева, Рауль Кочиев, Заримар Сойба. Информационный выпуск сегодня. Мастер-классы по осетинским танцам. Летом в Пионерском парке в столице нашей республики возобновлятся вечера национальных танцев «Еронкаст». Принять участие в мероприятии смогут все желающие, вне зависимости от возраста и навыков. Тему продолжит наш корреспондент Агунда Губозова. В Цхинвале в начале июля стартуют танцевальные вечера «Еронкаст». Управление культуры молодежи и спорта при столичной администрации в очередной раз приглашает на вечер танцев. Они будут проходить в Пионерском парке по вторникам и пятницам в 7 часов вечера. Программа мероприятия «Насыщенная». Мастер-классы по национальным танцам, концерт, дискотека для молодежи. Мы будем проводить уже традиционный «Еронкаст». Что туда будет входить? Значит, это будет мастер-класс. Вначале наши хореографы будут обучать желающих азам осетинского танца. Дальше будет несколько танцев осетинских. После этого будет, значит, живой концерт, где будут принимать участие артисты Южной Осетии. И в завершении для молодежи будет дискотека. Также Управление культуры планирует организовать выездные концерты по районам столицы. В этом году мы хотим сделать новшество. Значит, по микрорайонам города это либо будет ЦАРС, либо будет Текстиль, Либо будет Шанхай. По каждому району мы определимся. Чуть-чуть попозже. В неделю один раз туда будет выезжать творческая группа. И будем давать концерты для жителей вот этого микрорайона. Управление культуры также организует праздничный концерт с участием звезд севера и юга для выпускников республики. 25 мая на Центральной площади состоится концерт для выпускников. Последний звонок будут принимать участие и наши молодые артисты, будут принимать участие и артисты Северной Сети, наши братья и сестры. И в завершении всего этого концерта будет дискотека, будет профессиональный диджей, которого мы пригласили из России. Вот, и оно будет зажигать, оно будет хорошо, весело. Поэтому мы приглашаем не только выпускников, их родителей, бабушек, дедушек, всех отдохнуть, соберемся, поделимся доброй энергией. После праздничного концерта виновников торжества ждет дискотека. Агунда Губозова, Александр Кочиев, информационный выпуск. Сегодня. Хореография, вокал, актерское мастерство, художественное слово. Творческие коллективы Цхинвальского района и детский ансамбль Малусек соревновались в умении достучаться до струн души. На сцене выступали представители домов культуры из Хитагурова, Дменис, Хелчуат, Бет и Зар. Детский ансамбль Малусек представил на суд строгого жюри два танцевальных номера. Среди выступавших были и самые маленькие дети четырех лет. Подробности творческого состязания в репортаже нашего корреспондента Оксаны Джоевой. Отдел культуры и администрации Цхинвальского района провел ежегодный смотр коллективов художественной самодеятельности. Творческие коллективы и отдельные артисты показывали свое мастерство. Подобные смотры будут проводиться ежегодно в целях выявления талантливых исполнителей и коллективов, отметил начальник отдела культуры Цхинвальского района Ростик Гоглоев. В конкурсе принимали участие Хитагуровский, Дменисский, Хелчуинский, Тбетский, Изарские дома культуры и детский ансамбль Малусек. Артисты выступали в двух номинациях – хореография, а вторая номинация объединила в вокал, театральный жанр и художественное слово. В номинации хореография победу одержал Тбетский сельский дом культуры. Сильнейшими во второй номинации оказались артисты Хитагуровского дома культуры. Ростик Гоглоев поблагодарил участников и зрителей, подчеркнув, что они и дальше будут способствовать сохранению самодеятельного народного творчества. Оксана Джоевар, Сынгасиев, ГТРК ИР, информационный выпуск. Сегодня. В Российском центре науки и культуры в Цхинвале чествовали победители фестиваля русской культуры «Моя любимая Россия». В этом году в мероприятии приняло участие около 90 конкурсантов. Из них в финал вышли 20 детей. Обо всем по порядку в сюжете нашего корреспондента Эльвиры Тибиловой. Фестиваль русской культуры «Моя любимая Россия» завершился галоконцертом. Он прошел в Российском центре науки и культуры. В концерте приняли участие победители отборочного тура фестиваля. Фестиваль – это не только напряженная подготовка, многочасовые репетиции, предконкурсные хлопоты и тревоги, но и возможность убедить себя со стороны. Это стимул к совершенствованию и творческие находки. Фестиваль – это всегда праздник. Праздник творчества. На концерте прозвучали произведения русских композиторов, исполненные на фортепиано, скрипке, балалайке и других музыкальных инструментах, а также песни и стихотворения на русском языке. Организатором фестиваля выступила Республиканская общественная организация «Союз российских граждан». Их поддержали представительство Россотрудничества и компания «Мегафон Южная Осетия». Конкурс проводится десятый раз. Он стартует в начале января. Итоги традиционно подводят в мае. В этом году участие в фестивале приняли около 90 конкурсантов. Из них в финал вышли 20 детей. Вышла рева на крыльцо, рева сморщило лицо. Никуда я не пойду, мне не нравится в саду. Нянька Варька, девочка лет 13, качает колыбель, в которой лежит ребенок и чуть слышно мужлечит. Баю, баюшки, баю, а я песенку спою. Глава представительства Россотрудничества Сергей Скворцов отметил, что фестиваль в очередной раз показал, что в Южной Осетии много талантливых детей. Есть люди, которые за тысячи километров живут от России. И вот такие мероприятия, таких фестивалей, они помогают и сохранять российскую культуру. И даже всем членам вот этой организации помнить, не забывать, что они являются одновременно гражданами Российской Федерации. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем участникам, всем организаторам данного мероприятия. Нам близки проекты, связанные с культурой. Нам близка русская культура. И честно, я каждый год получаю огромное удовольствие, наблюдая, сколько же у нас талантливых людей, детей. В завершении концерта все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Эльвира Дебилова, Азия Збакаев, информационный выпуск сегодня. На этом наш выпуск подошел к концу. А прямо сейчас предлагаем вашему вниманию торжественные мероприятия, приуроченные к последнему звонку. Наши корреспонденты побывали во всех школах республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова